Всем привет! Продолжаем изучать Django Rest Framework и Vue.js И сегодня немного настроим наш проект Vue.js Подключим глобально jQuery Установим дополнительные расширения Давайте приступим Когда мы создавали проект на Vue.js Установили Babel, который позволяет использовать Новые стандарты JavaScript И переводит их в более старую версию Для поддержки в браузерах Я пишу код на ES6 Или он же ES2015 И Babel позволяет так работать И переводит этот код в ES5 или ES5.1 Что современные браузеры могут прочитать Поддерживает этот джейс Этот стандарт джейса Но разработчики ECMAScript Изменили даты выхода новых версий ECMAScript И теперь они выпускают их каждый год Уже вышел в 2016, 2017, 2018 Чтобы поддерживать все новшества, которые есть в джейсе В Babel разработали специальный пресет Который позволяет использовать абсолютно все новые стандарты Не устанавливая каждый раз под каждую версию новый пресет Перейдем на сайт Babel И установим данное расширение Перейдем в терминал Перейдем в директорию ChatView И установим его В более новых версиях джейса Добавили много новых функций Которые позволяют и сократить код, который мы пишем И ввели новые какие-то возможности Поэтому, я думаю, стоит вам обратить внимание На более новые версии джейса И писать уже более красивый код А не тот уродливый, который был в версии 5, 5.1 Сложный Многострочный И зачастую просто ужасный Данное расширение установилось Посмотрим джейсон Вот Оно у нас есть Далее Я говорил о том, что мы Сделаем так, чтобы наш jQuery Мы не подключали каждый раз К каждом компоненте А использовали его глобально Для этого вам нужно Перейти в папку Biled В файл Webpack Base Config.js Импортировать Webpack И в модуль Export Добавить Plugins Вот таким кодом Newpack Provider Plugin И подключаем jQuery Затем Мы можем удалить Наш jQuery Из компонентов Нам теперь его Не нужно нигде Импортировать Он будет работать Так, он везде удален Запустим наш DevSilver Перейдем На сайт Попробуем войти Все работает Также у многих подписчиков Возникает вопрос Как найти тот код Который Соответствует Данному уроку Я заливаю Код проекта На GitHub Обновляю ветку Master И получается, что В репозитории Лежит более новая версия Чем, к примеру, урок Который вы смотрите И таким образом Тяжело отслеживать По уроку Код Который разбираем Значит, что я буду делать Я буду оставлять ссылочку На GitHub Именно на тот Коммит По данному уроку Если вы смотрите Более старые версии Уроков Как вам найти Код Который будет Соответствовать Данному видео уроку Вот, к примеру Вы смотрите Урок По Джангаресу Субь Субь Седьмой По счету И если мы перейдем На GitHub То Коммит уже стоит Из Урока Номер восемь Что для этого Нужно сделать Вы можете Перейти В Коммит И увидеть Что Соответствие Выхода Видео урока Это тот же самый день Или на следующий день Сделанный коммит К примеру Вот он Восьмой урок И вот он Наш Седьмой урок Переходим И видим Все изменения В каких файлах Было сделано И Таким образом Можно Отслеживать Перейдем На другой Коммит И видим Изменения Которые Были Сделаны Также Можно Смотреть Код Не только Таким образом А полностью Проект По какой-то Дате Вот здесь Есть кнопочка Брауз Файл Переходим Видим Что Это тот Коммит И можем Теперь Смотреть Код Проекта По тому Видео уроку Который Вы сейчас Смотрите Всем Спасибо За просмотр Оставляйте Свои Комментарии Задавайте Вопросы Буду рад На них Ответить Подписывайтесь На канал Вступайте В группу Вконтакте Также У нас Есть Чат Телеграма Где мы Отвечаем На вопросы И помогаем Разобраться В материале Который Вы изучаете До новых Встреч Пока Продолжение следует